Поворотом пробило глазков. Разбило, прилетел снаряд и разбило. Вчера где-то между тремя и четырьмя часами дня разбило, прилетел снаряд со стороны Майорска, Дзержинска, с той стороны. Снаряд тяжелый, прилетел далеко. Кто стреляет? Кто стреляет? Украина. Я думаю, что мы не сами себя стреляем. Это надо знать, откуда он прилетел с этой стороны, а там расположены украинские войска. Понимаете? Поэтому, хочешь не хочешь. Еще один момент. И те, и другие говорят, что они не стреляют, стреляют те, а мы, мол, терпим. Но если раз, выстрелили два, три и эти терпят, то народ начинает возмущаться. Что же вы делаете? Нас бьют, а вы терпите. Не отвечают. И мы терпим. И все равно терпим. И тогда они либо отвечают, либо не отвечают. Либо не отвечают. И тогда получается то, что получилось вчера. Значит, они бьют добросовестно, с большой ненавистью. И бьют до тех пор, пока они достигнут своей цели. То есть, пока они попадут по какому-нибудь особо важному объекту. Газ, электричество. Газ, электричество, вода. И умолкают. В другом случае, если они никак-то не попали, или как бы они не были, как правило. Как правило, поверьте мне, я в жизни никогда ничего не врала. Но мы здесь живем, хоть что не говорит Украина, и что не говорит Россия. Но мы живем здесь, и мы видим, откуда летят эти снаряды. Мы безошибочно уже угадываем, я их не видела, не знаю там по этому, но по звукам слышно где кто. И по реакции людей. И как правило, последний выстрел они делают по мирным жителям. Это с большой любовью. Это вам честное слово даю. Именно с любовью и уважением я не поняла. Я не понимаю, что творится. Я вам больше скажу, зачем натравили людей друг на друга, и это уже не война, это уже вендетта. Нас ненавидят, но и люди не могут их любить. Простите, как можно повернуться лицом и слушать этих людей, если вот такое горе в каждой семье. Или дом разбит, или дети уехали, или погиб кто-то. Ну практически нет людей, которые бы не пострадали. Я вот хозяйка этого дома, ничего не имела против, ни против одних, ни против других. Наоборот, все время этого не будет. Успокойтесь. Давайте жить дружно. Внуки уезжали, говорили, что ты платишь. Мы на месяц, на два и вернемся. А теперь уже они не вернутся, потому что им уже некуда возвращаться. И у них квартира, вон тут, где они жили. Вон детская кроватка, которая внучка со мной спала каждый день. И что теперь делать? Я вот сегодня говорила ребятам, у меня лично нет уже ни слез, ни слов, ни нервов не хватает. Мне, честно вам так скажу, они сейчас будут на меня. Это там дочка плачет в истерике. Мама, не говори этого. Но я не хочу жить. Не хочу жить, потому что жить в такой обстановке неизвестно сколько. Ни день, ни два, ни год. Смотрите, я им говори двойной. При немцах такого не было. Да, мы, я помню, маленькая была, но я помню, как немцы стреляли. По крайней мере, была воздушная тревога. И все, люди прятались на какой-то момент, кто в подвал и кто куда. Потом отбой воздушной тревоги, люди спокойно выходили. Сейчас, в какую секунду, в какую минуту, в течение суток, в течение дня, ночью бьют, днем бьют, люди плачут, дети плачут, ходят в подвал. Я первый раз опустилась вчера в подвал, потому что, когда на меня посыпалось все, камни, стекло, засыпано в полном смысле было. Муж говорит, иди в подвал. Я ничего не соображаю. Это сквозняк. Просто пошла. Вот сумка с вещами стоит, сумка с документами. В тот момент ничего не думаешь. Развернулась и пошла. А когда посидела, уже опомнилась, я сказала, я никуда не пойду. На туда руки сказали мне, дочка, что мы приедем и заберем у тебя силы. Здесь нельзя жить, здесь опасно жить. Да, я сама вижу. Что она может в любой момент упасть. Да, она и это тоже может упасть. Любой. А самое страшное и интересное в этой ситуации. Дети живут на поселке Комсомолец. Другие живут на поселке Строитель. И те, и другие нас приглашают. Скажите, пожалуйста, где хотя бы на какой-то процент есть гарантия, что там безопаснее. Там тоже стоят дома без окон. Там тоже бьют и люди точно с таким же страхом, с этим опускаются в эти подвалы. И с детьми, и без детей. Как правило, дети куда-то поуезжали. Теперь мы за ними плачем, потому что мы скучаем. И тут, и ради чего мне жить? Ради чего? Во что я должна верить? Во что поверить должна? Что мне завтра? Если бы мне сказали те два-три год. Но ведь никто гарантии. Вообще как этот не дает. Все говорят долго, терпите, но это надолго. Что такое надолго? Как это можно понять? У меня надолго. Нет. У парня пленка кончается. Как зовут? У меня Валентина Ивановна. Спасибо, Валентина. То есть основа Yeahupa.